Привет, я Роман Сымболюк. Этот блог хочу посвятить настоящим талантам. И эти таланты работают в ФСБ, хотя, скорее всего, их место в какой-нибудь пиар-конторе с условным названием «боги пиара». Эта новость прошла особо незамеченной в Украине, но 10 сентября 2018 года, то есть совсем недавно, на сайте фсб.ру появилось сообщение о том, что гражданин России, уроженец Дагестана, член запрещенной в России организации «Исламское государство», по заданию внимания СБУ и правого сектора намеревался совершить убийство одного из командиров, внимания ДНР, в кавычках, в Смоленской области. И тут возникают несколько вопросов. Если мы говорим об ополченцах, тогда почему они живут в Смоленской области? И вообще, давайте обратимся к первоисточнику. Кто такие ополченцы? Это люди, которые на добровольных началах оказывают содействие своей армии. И это очень важно. Если они оказывают содействие чужой армии, они являются коллаборантами или захватчиками. Возникает вопрос. Если человек живет в Смоленской области, почему он себя продолжает называть командиром ополчения ДНР? Если он живет в этом регионе, можно ли предположить, что этот дядя планирует огласить или провозгласить Смоленскую народную республику? Ну, так сказать, по примеру того, что он делал во время боев на востоке Украины. Ведь в Смоленской области тоже много дорогих машин. И работы по отжиму непочатый край. Так вот, вернемся к этому гражданину РФ Магомедову. Согласно релизу ФСБ, он прибыл на Украину для встречи с бандподпольем исламского государства, который, понятно, действует на Северном Кавказе. И его познакомили, ну, в смысле эмиссары ИГИЛ, с сотрудниками службы безопасности Украины и правого сектора. Все это проследило в начале 2018 года, и там, якобы на этой встрече, он получил задание мочкануть вот этого командира ополчения, про которого говорили мы выше. И вот с внимания, здесь мы смотрим оперативный кадр ФСБ, как этого человека задерживают. Работаем. Моги, ноги. Режет. Покладывай. Я не знаю, виноват ли в чем-то этот уроженец Дагестана. Может быть, он просто подсадная утка, актер, который в пропагандистских целях должен объяснить россиянам, что во всем виноваты ИГИЛ, правый сектор и СБУ. Ну, я знаю точно, если мы смотрим оперативную съемку ФСБ, то здесь, вот видите, российский паспорт. Так вот, это внутренний российский паспорт, по которому граждане России давно не могут въехать в Украину. И я думаю, или сотрудники, которые лепили это видео, не совсем квалифицированы, или это просто выдумка. Но не могут же для отдельно взятого человека сделать исключение и пустить его в Украину по документам, которые недостаточны для пересечения границы. По классике жанра этот Магомедов во всем признался, сказал, что он агент не то ИГИЛ, не то правого сектора, не то службы безопасности. И показали и взрывчатку, и пистолет, и так далее. Ну, это как бы должно лечь на подготовленную почву, ведь всем известно, что СБУ это беспощадная организация, которая российских ставленников отправляет на тот свет путем подрыва часто и быстро. И да, в России продолжают петь песню о том, что Захарченко взорвала Украина, но почему-то всех его ставленников изгнали из оккупированного Донецка и возбудили против них уголовные дела с захищением. Назвался Рустамом. Рустам начал предлагать такие варианты, что он может дать оружие, какое нам нужно. И, наверное, за пределами, чтобы Россия, на территории России, мы можем совместно с СБУ делать какие-то теракты и диверсии всякие устраивать. И чтобы они нас изучили, чтобы понять, насколько мы можем работать, дали нам первый заказ. Заказ был в Московской области. Сказали, что это командиры какого-то ополчения ГНР. Сказали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов. Но знаете, что бросается в глаза? Что российские так называемые коллеги стали относиться намного уважительнее к украинским спецслужбам. Судите сами. Если в 2016 году, когда поймали украинского гражданина Евгения Панова и обвинили его в подготовке диверсии в Крыму. Я его лично увидел здесь, в Москве, в Лефортовском суде, когда ему продлевали срок ареста. И это было жуткое зрелище, потому что завели человека без каких-то способностей сопротивляться и с абсолютно потухшим взглядом. И пока он не увидел микрофон 1 плюс 1 и понял, что хоть кто-то из Украины о нем помнит, он вообще не проявлял никакого интереса к жизни. Так вот, этого Евгения Панова за так называемую диверсию приговорили, внимание, к 8 годам лишения свободы. Но на допросе, который был опубликован тоже ФСБ, он рассказывает о том, что за, внимание, диверсию ему заплатили 3200 украинских гривен. Сан-Бул Алексей наложил о результатах поездки, о выбранных объектах диверсии на территории Республики Крым. За что Кирилла поблагодарил Сан-Булу, и мне лично было выпусано 3200 украинских гривен. Но в случае с этим парнем из Дагестана ситуация совсем другая. Ему уже не предлагают каких-то жалких 3200 в гривнях. Ему предлагают 10 тысяч долларов. А это, согласитесь, уже нормальные деньги и конкурентная цена. Так что, если кто-то будет говорить о том, что у нас одна зрада, не верьте, читайте релизы российских спецслужб между строк, и вы поймете, что Украина развивается семимильными шагами. Вообще, мой блог не об этом. Ведь попытки дискредитировать Украину, они происходили и происходят перманентно. Этот процесс идет нон-стоп. И да, одно время, например, Лавров рассказывал и рассказывает до сих пор о том, что Крым оккупировала Россия, потому что там правый сектор. Или, например, еще в 2016 году у посла России в Республике Беларусь спрашивали, зачем же Россия в городе Клинцы разворачивает отдельную мотострелковую бригаду. И знаете, какой был ответ? Что это подразделение передислоцировается из глубины России для того, чтобы бороться с украинским правым сектором. Ведь не секрет, что этот населенный пункт Клинцы, он по большому счету этим танкам ехать одинаково расстояние, что в Украину, что в Беларусь. Но белорусы начали тоже нервничать. Европейская радио, Дмитрий Лукашук. Александр Александрович, вопрос касается размещения российской базы недалеко от границ Беларуси, в Клинцах, например. Зачем она нужна? И не кажется ли вам, что ее там появление, как бы напряжение создает в белорусском обществе? Ну, причем здесь Беларусь. Я так понимаю, что у нас как бы не получается с минскими договоренностями, и там радикализм на Украине начинает опять подниматься. Там за чертой правого сектора новые формируются силы, сверхправые. Приведу вам еще один пример, когда, опять же, в 2016 году в Госдуме бывший министр внутренних дел Украины проводил параллели между Украиной и ИГИЛ. И да, тогда это казалось абсолютным, ну, что ли, дебилизмом. Хотя, понятно, в российских СМИ такие вбросы уже делались. Можно утверждать, что Украина становится одним из мест концентрации исламистских террористов. Боевики ИГИЛ используют Украину в качестве перевалочного пункта. И вот сейчас бинго! ФСБ России объединило в одном релизе все страшилки для россиян. Смотрите, Магомедов сотрудничает с Службой безопасности Украины, которая сотрудничает, соответственно, с правым сектором. А правый сектор сотрудничает с исламским государством. И все это, кроме СБУ, запрещено на территории Российской Федерации. Давайте вернемся к этому релизу. И тут написано, что спецслужбы Украины оказывают активную помощь боевикам международной террористической организации «Исламское государство». И, кроме этого, используют этих боевиков из «Исламского государства» для устранения лидеров «ополчения» и снова в кавычках так называемых «ЛДНР». То есть, что же получается? Кто мочканул Захарченко? Это был ИГИЛ. Понятно, что релиз ФСБ был подан без какого-либо сомнения в федеральных российских СМИ. Но здесь, как бы, журналист не имеет права поддавать что-то сомнению. И все выдается как исключительно чистая монета. Но, подчеркну, это же прекрасный коктейль. И, очевидно, чем дальше, тем больше в этот коктейль будут добавляться новые ингредиенты. А пока это СБУ, правый сектор и ИГИЛ. Ну, главное, чтобы граждан России от него не стошнило. И да, ФСБ России по праву теперь может сотрудничать со Следственным комитетом по количеству безумных уголовных дел против граждан Украины. И да, еще два слова о Следственном комитете. Они же тут недавно объявили в розыск гражданина Украины, который 16 сентября 2016 года, когда в России проводились выборы в Госдуму, пришел на акцию к посольству РФ в Киеве. И якобы мешал россиянам голосовать за Единую Россию. И против него возбудили уголовное дело. Но самое страшное, что этот человек по фамилии Михаил Ковальчук на акцию пришел с собакой бойцовской породы, без намордника. И против собаки уголовное дело не возбудили. А против хозяина – да. На этом все. Будьте внимательны. Остерегайтесь исламского государства, правого сектора и СБУ. Но в большей степени релизов российских спецслужб. Пока.